У вас есть проблема? У нас есть решение! С января 2019 года в России началась реализация национального проекта здравоохранения, который включает в себя 8 различных направлений. В связи с этим с мая текущего года был изменен порядок прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения. Об изменениях и нововведениях в нашей программе. Сегодня в программе диспансеризация по новым правилам. Кто и как должен проходить медицинское обследование? Сколько оно стоит и сколько времени придется потратить? Должен ли работодатель предоставлять отпуск для посещения врача? Расскажем далее. Диспансеризация Диспансеризация – это профилактический осмотр, который направлен на предупреждение и раннее выявление хронических и инфекционных заболеваний. Проходить диспансеризацию можно только в той поликлинике, к которой вы прикреплены. С собой необходимо иметь полис и паспорт. Записаться на диспансеризацию легко. Достаточно позвонить в колл-центр поликлиники, и вас запишут в кабинет первичной медицинской профилактики. К слову, в некоторых поликлиниках есть регистратуры для здоровых людей. Стойки выделены специально для тех, кто хочет пройти платный медосмотр и диспансеризацию. Так что в очереди стоять не придется. Самое главное, что все девушки и женщины, вне зависимости от возраста, начиная от 18 лет и до 90-е и больше, должны, могут пройти гинекологический осмотр у акушера и акушера-гинеколога. То есть это абсолютно все возраста. Также еще, помимо прошлого приказа, в этот приказ снова вернули клинический анализ крови и ФГДС на первом этапе. То есть такого в прошлом приказе не было. Простатоспецифический антиген – это ПСА для мужчин. Также присоединилось несколько возрастов. То есть начиная с 45 лет уже мужчина может сдать такой анализ крови. А также кал на скрытую кровь – это очень важный анализ. Это профилактика онкологии кишечника. Это самый информативный метод обследования. Выявляется сейчас онкология именно на ранних стадиях, когда мы можем уже полечить. Итак, что же входит в перечень первичного этапа исследований? Для пациентов от 18 до 39 лет – измерение роста массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня холестерина, глюкозы и сердечно-сосудистого риска, флюорография, электрокардиография, измерение внутриглазного давления, осмотр у акушера-гинеколога у женщин. Для пациентов старше 40 лет все вышеперечисленное также добавляется проведение общего анализа крови и исследование кала на скрытую кровь. Момография для женщин, для мужчин от 45 лет – определение простатспецифического антигена в крови. Пациенты идут по диспансеризации отдельным потоком. То есть у них отведено определенные часы и определенное время для сдачи анализов либо обследований. То есть нет никакой очереди, потому что у них есть определенное время, на которое они записаны. По диспансеризации. И поэтому нет никаких конфликтов, потому что у них есть свое время, они пришли в свое время, сдали, пошли дальше. Диспансеризацию можно пройти в два посещения. Первое посещение – это когда человек сдаёт все анализы. Тратится не больше 90 минут за первое посещение. А второе посещение – это заключение терапевта. По результатам всех этих обследований тратится не больше 15 минут. То есть это всё очень удобно. Второй этап диспансеризации включает для пациентов от 18 до 39 лет. Осмотр врачом-хирургом, включая проведение ректоромоноскопии, колоноскопия, спирометрия, рентгенография, компьютерная томография лёгких, осмотр врачом-акушером-гинекологом для женщин, индивидуальное углубленное профилактическое консультирование. Для пациентов старше 40 лет всё вышеперечисленное, плюс осмотр врачом-автримологом, сканирование брахицефальных артерий для мужчин от 45 лет, а также осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом. По результатам обследования у терапевта мы выявляем, есть ли у него какие-то факторы риска, приводящие к какому-то, которые могут привести к какому-то заболеванию, либо уже выявлены какие-то предраковые состояния. Например, мы стали выявлять предраковые состояния либо рак шейки матки у женщин, рак молочных желёз, рак толстого кишечника по результатам обследования кала на скрытую кровь. Также ещё терапевты осматривают видимые локализации, то есть это кожу осматривает на наличие базилиом, меланом, это же тоже рак кожи. Также осматривается щитовидная железа, осматриваются лимфоузлы. То есть можно сказать, что пациент осматривается полностью. Также на диспансеризации выявляются сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас даже среди молодых людей встречаются симптомы гипертонической болезни преддиабета. Поэтому в случае обнаружения симптомов этих опасных заболеваний пациента отправляют к узкоспециализированным врачам. Согласно Трудовому кодексу, работающим гражданам на время прохождения диспансеризации можно получить освобождение от работы на один день, а за пять лет до пенсии на два дня с сохранением среднего заработка. Если человек не смог прийти на вторую явку и получить заключение терапевта, врачи сами ему позвонят. Если увидят в вашем анамнезе какие-либо неблагополучные изменения, пригласят и запишут на удобный для пациента день. Большинство поликлиник города уже перешли на работу по субботам ради повышения доступности оказания медицинской помощи и большего охвата населения диспансеризации. Однако население не торопится воспользоваться этой возможностью. То ли жалеют время, то ли силы. Не жалеют главного – себя и свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин